Всем привет! Вы на канале Аня и Щук, и у нас новый формат. Называется он «Спроси у мамы». Мы находимся в подъезде. Не просто так, просто мы сейчас направляемся к блогеру, к маме. Будет очень интересно, информативно. Мы будем обсуждать материнские всякие штучки, говорить о детях и обсуждать вопросы, которые не принято обсуждать. Погнали, это будет очень весело. А, и поставь лайк, и господи. Можно дайте рулю? Конечно можно. Я вообще как бать обрываюсь в эту хату прочитать. Смотрите. Опа. Погнали. Здравствуйте. Здравствуйте. Нельзя было раньше предупредить. Я толком не успела ничего накрыть, я прыщ замазать не успела. Это вот. Проходите. Мамы, они очень простые. Понимаешь? Скажи, что... Нет, подожди, стул. Знаешь, что это такое? Что это такое? Я только увидела красное. Красное? Да. Ну, слушай, хэппи ньюи, мэри крисмас. А ты же завтра что делаешь? Я завтра что делаю? Я, я. Ты забыла что завтра делаешь? Что ты завтра делаешь? Я, я завтра что делаю? Операцию ты не делаю. Да я операцию делаю. Да. Смотри, доставай. Доставай. Ах. Придорница. Стыд, позор. Спасибо. А теперь один момент. Так как вы не предупредили меня заранее, я не смогла нормально накрыть стол, но уже половина есть. Так что пока мы будем там тролли-вали, я буду постепенно накрывать стол. Просто по-нашему, просто если мать увидит это, она меня убила. Не убивайте, пожалуйста, она нам еще нужна всем. Поэтому идем накрывать стол. А эти подарочки я Софии дам. А тебя не смущает, что я вообще, ну, типа... В домашнем? В мальдив? В мальдив? В мальдив? В мальдив? В мальдив? В мальдив? Дим, иди с Тимом погуляй. Аня, я сейчас тут бизнесом занят. Я вижу, кристаллики сами себя не переставят. Дим, иди собирайся. Ань, сейчас сезон простуд, вспышки вирусом, грипп. Ну и не хочется из дома выходить, да и Тим сказал, что он не хочет никуда идти. Прям так и сказал. Ой, Дим, не притворяйся. Ты сам же знаешь, что я им отдаю анаферон детский. Он нас выручает с первого месяца. Препарат не новый, а проверенный временем, между прочим. Анаферон детский помогает с профилактикой гриппа у ребенка в сезон активности самое то. И нас еще ни разу не подвел, так что нечего тут отникиваться, маш на улицу. Эх, Ань, я в тебе не сомневался. Правда, у меня голова болит. Дим, от воспаления хитрости пока у меня средства нет, но я с тобой без него справлюсь. Уже ушли, ушли. Тим, как же нам с мамой повезло. Ох, как повезло. Дим, иди уже. А кроме шуток, сезон гриппов и вирусов сейчас в самом разгаре, а детский организм особенно восприимчив к заболеваниям. С появлением Тима я стала относиться к этому факту особенно серьезно. На мой взгляд, самый действенный и безопасный метод – это профилактика. В нашей домашней аптечке анаферон детский хранится на постоянной основе. В этот непростой период о здоровье детей нужно заботиться особенно внимательно. Как я уже говорила, моей первой гостьей стала Ивета. Мама, блогер-миллионник, моя подруга и теща Тима. В самом начале видео я бы хотела провести с тобой такой маленький интерактив. Было или не было в материнстве. У всех мам есть боязнь показаться неидеальными мамами. И я хочу развеять такой вот миф о том, что типа мы роботы и так далее. И поэтому сейчас ты будешь отвечать на вопросы, было или не было. И если было, ты... Тим, вноси в кадр. Как мы уже взрослые, мы мамы. Можно иногда отдохнуть. Я хочу просто внести такую лепту в свое, как это шоу. Так, у тебя операция, ты глоточек два максимум. Я ее поддерживаю, потому что у нее завтра операция. Морально она с маленькими глоточками. Можно. Ничего страшного. Так, ну что, давай начнем рубрику. Было или не было, давай. Я уже нервничаю. Было. Подожди. Так, первый вопрос. Включала мультики ребенку, чтобы какое-то время отдохнуть? Тут просто походу без слова. А можно, да, я тоже глоточек зливой? Да может, это происходит каждый день. Ну извини, рекламу-то как-то снять надо. Так, второе. Материлась при ребенке. Да е-мо-ю! Пью, все, да, было. Походу, тут девять вопросов, видимо, все девять вопросов. Сколько раз мне? Еще семь раз? Хорошо, так. Ладно. Пусть люди услышат, а читай. Давай, третье. Пропадал интимный интерес к партнеру после родов? Нет. Не пьешь. А казалось, что ребенок не дает развиваться в карьере так быстро, как бы хотелось. Наоборот, спасибо, она мне помогла миллион добить. До ее рождения было 800, сейчас лям 100. Мне кажется, она ходить и разговаривать начнет, лям 500 точно будет. Многие думают, что теперь появился ребенок, то все, развитие останавливается. Но тут уже, наверное, как ты сам себя настроишь. Дело не в ребенке вообще. Я такого же мне не придерживаюсь. Смотри, можно на самом деле сказать, что вот из-за ребенка я не могу выйти в историю. Так ты выйди в историю с ребенком со словами, вот я меняю подгузник, вот я и кашу готовлю. Ну да. Так, пятый вопрос. Было чувство вины за то, что недостаточно много времени проводишь с ребенком? Было. На самом деле было. Особенно дни, когда вот у тебя просто забитый плотный график, и ты просишь там маму или еще кого-то посетить с ребенком. И вот такое, знаешь, хочется сесть и поплакать. Особенно первое время, что вот, наверное, ребенок сейчас вырастет, будет думать, что я ему мало времени уделила тогда. Ребенок, который вообще не помнит. А у меня тоже была такая штука, что вот мы, например, оставляем Тима там, Димина маме. Мы куда-то едем, мы куда-то по работе. И мы едем в машине, я такая смотрю вперед, обычно в телефоне не сижу, потому что меня укачивает. И начинаю просто мыслить там о чем-то. И такая думаю, блин, вот опять мы Тима оставили. Но я понимаю, что мы не можем его с собой взять, потому что это будет очень тяжело и дольше только. То есть лучше быстренько съесть поработать и вернуться домой. Я бы тоже не... Пить мне? Ну пей, ты что же было? Выкладывала фото ребенка в стальной сети с эмоджи на лице. Странно прозвучит, но мой ребенок, выходя, просто на камеру был. Здрасте, е-мое. Не, не было. Я на себя максимум смайлик накладывала, но не на ребенка, чтобы не сглазили. Ну, оно же из меня вышло. Очень короткий вопрос. Считала себя плохой мамой? Да. Почему? Даже не могу объяснить. Просто бывают, да? Просто да. Я ничего плохого не сделала. Я этого ребенка полностью там люблю, целую, обнимаю, обеспечиваю. Все, все, все в нее. Но все равно, наверное, я все же плохая где-то мать. Условно один день я неправильно ей уделила внимание. Один день она вовсю орет. Вот, я уже злюсь. А потом, когда она перестает орать, я начинаю себя чувствовать плохую мать, но как я могла на нее злиться. Потому что злилась, да. Да, как я могла на тебя злиться? Я тебя люблю, ты же уснула. Да, есть такое. Было обидно, когда после рода все внимание перешло от тебя к ребенку. Да, сейчас нет. Сейчас это более такая, ну, уже все нормальная, привычная тема. Но в первое время именно вот муж полностью ушел в нее. И это вот после родовая депрессия, я реально не знала, что она существует. Я думала, что это, ну, так придумано. Но нет, она есть. Когда все внимание ушло к ребенку, у тебя ревность к своему ребенку. И это даже стыдно говорить. Это можно было сейчас сказать нет. Ну, да, это было. Жаль. Апсос. Апсос это на армянском типе? Это что? Апсос это жаль на армянском. Реально? Считала, что вкладываешься в ребенка больше, чем твой партнер? Нет. У меня с этой стороны свались, слава богу, ну, настолько вот он помогает, я даже не могу сказать, что где-то я больше вкладываю или где-то он. Он полностью мне помогает, и я искренне рада, что этот человек со мной, потому что он не тот партнер, который будет ночью меня будить со словами Вета, сейчас твоя очередь кормить. Ни разу такого не было. Только когда он болеет, это я не считаю. Так что не было. В этом мы с тобой очень похожи. Нам просто повезло. Да. Коляска хорошая. Еще у нас мини-рум-турчик, но без спальни, где спит малышка, потому что она уже уснула, потому что лежит достаточно поздно. Нифига, у тебя что, кокос тут? Хорошо, что Дима не видел. Не, я не люблю кокос. А вот Дима... Нет. Нифига себе. Кстати, я тебе советую взять вот это вот пюре чернослив, после него хорошо какает ребенок. Без шуток. Хорошо. Ну, смотрите, вот несмотря на то, что доставки постоянные... Ну, холодильник просто полный. Просто полный. Я молчу уже проморозил. Ну, проморозил. У нас то же самое, да, у нас то же самое, да. Смотри, какое крутое приобретение. Вот это я уже себе заказала. Я как только сюда пришла, я открыла Валберс. Сюда открыли, засыпали, нажали, достали. Даже если я буду этим пользоваться раз в месяц, все равно круто, что я этим делаю. Все равно прикольно выглядит. Выглядит очень четко. Прикольно вообще. Так, здесь у нас душевая, да, ванная у нас закрыта. Здесь у нас ничего особо такого. Мужское. Да. Кстати, я пользуюсь таким же дейтиком. Покажи. Ребенок заплакал. Я люблю мужскими дейтиками пользоваться. Я не знаю почему. Женские что-то не такие вкусные. Это, кстати, тоже на Веба купила. Прикинь, вот так ставишь обратно, берешь вот так, открываешь, достаешь. Что-то сложную систему. Достаешь, чистишь зубы, прополоскала, положила вот так обратно. А не на магнитах там что ли? Да. И закрыла. А для чего это? Стакан, чтобы полоскать. Это типа удобно? Да. Она решила не спать. А, серьезно? Ты хочешь, чтобы мы показали все твои принадлежности и поехать не стало? Ага. Деньги. София на выплатах. София уже зарабатывал. Полнейший. Я этого показывать не особо-то хочу. Это игрушки. Я так понимаю, вы пеленальным сольком не пользуетесь? Нет, у нас текут сопли вовсю. А нам сказали, что это из-за зубов. Тут у нас подгузники. Там спящий муж. Там спящий муж, да. Тут еще у нас вещи. Я не пойму, у нее свой шкаф? У нее в Абхазии тоже свой шкаф. Ёшкин свет. Софа. У нее там все полы. У тебя свой шкаф. У нас у Тима только комод. Шкафа нет. Это мы уберем. Ванна вторая, смотрите. Вот тайная комната. Вот где мы купаемся. У нас тут какой-то бэйби-бэк. Ну, в общем, купаемся. Это что такое? Вот это. Это зубочиститель. Штука, которая поласкивает зубы. Боже, какие у них прибамбасы. Какие прибамбасы. Вы не задумывались отсюда переехать? В побольше типа. Разве что в свою хочется. Очень. Давай перейдем, наверное, такому более основному, более интересному и насыщенному рассказу. Ты мне сейчас будешь рассказывать, я тебе буду задавать вопросики. И ты прямо это все в подробностях эмоционально будешь мне объяснять. Первый вопросик от меня. Когда ты узнала, что ты беременна, была ли ты к этому готова? Я была не то, что готова. Я просто ждала этого. Я скажу больше, я сделала тест первый раз. Он показал отрицательный. Я такая, ну все, типа уже ничего не будет. Мы пошли с Валей на жесткие квесты, где я падала, билась, убивалась, прям выжила. Что только не делала. И через ней пять мы очень сильно с ним поругались. Люди знают немного другую историю. То, что было после. А я тебе скажу то, что было до. Мы с Валей очень сильно поругались. Прям жестко, я бы сказала. И я-то помню, что у меня он показал тест отрицательный. А до задержки у меня еще один день. Я делаю тест. Не знаю, какого черта мне взбрело это сделать в час ночи. Просто поругались. Пойду сделаю тест. Да, вот, не объяснить. Мозг сказал, сделай. Я делаю тест. И там, ну, сказать, что видно полоску. Это вот так вот к свету поднести надо было, чтобы увидеть эту полоску. И я в этот момент из-за того, что злая не поняла своих эмоций, я не поверила. Я не поверила. Ну, типа, не может быть. Тем более, я на такие квесты ходила. Я так билась об живот. Но там мне уже страшно стало. Потому что у меня есть за спиной замершая беременность и выкидыш. И я молилась, чтобы, наверное, это неправда. Потому что я боялась потерять. Я испугалась не беременности. Я испугалась того, что я делала. И того, что я могу потерять этого ребенка. Я говорю, у меня идут мурашки, потому что я очень хотела этого ребенка. И наутро, когда Валя уходит в колледж, я заказываю электронный тест. Повторюсь, 3-4 дня назад он мне показал отрицательный тест. Я делаю тест. Там три недели показывает. И я плачу. То ли от счастья, то ли от боли. Я боюсь, что этого ребенка я могу потерять от того, что я перенесла жесткий стресс. И такую физическую напряженность. Но, слава богу, все произошло хорошо. То есть, интернету я рассказала, как это было. Ну, на самом деле, я с Валей доставала такие штучки. И вот так и мы узнали. Но на самом деле, я это узнала одна изначально. Но не поверила. Так как боялась потерять ребенка. У всех беременность протекает по-разному. Как она у тебя протекала? Были ли какие-то сложности? Эта беременность у меня протекала, ну, я не знаю, может, боженька как-то уберег. Идеально. Я ни разу не попадала ни в больницу, ни с каким осложнением. То есть, я даже реально боюсь говорить. У меня все прошло идеально. Только реально вот был момент. У меня пошел гипертонус. Он у меня пошел из-за врачей. Правда. У меня первый скрининг. После него мы должны были с Валей улететь в Дубай на две недели на отдых. Мы оплачиваем путевку. За два дня до вылета нам говорят, что типа, Ивета, здравствуйте, мы вас направляем к врачу генетику. Так вам надо будет сдать биопсию хориона. И говорю, а что случилось? У ребенка обнаружена лишняя хромосома. То есть, большая вероятность аномальных хромосом там даун. Коротко говоря, ребенок может родиться дауном. Серьезно, так сказать? У вас не то, что там есть... Серьезно, у меня до сих пор эти документы есть, до сих пор эти переписки. Очень большая вероятность того, что ребенок может родиться дауном. У меня такая, в смысле как? Объясню. Там нельзя было снимать на видео, пока мне делали УЗИ. Но я не могу без этого. Я же должна была историю выложить. Я тоже. Я тоже всегда вот так снимала. Я поставила на ширик камеру. На живот. Верхний телевизорный этот... Короче, сверху снимала на камеру. После этого они мне даже снимок не дали. Но, находясь уже дома, находясь в ахере, грубо говоря, по-другому никак не назвать. Мне они уже говорят, что если что, не переживайте, беременность перерывать. Да, имея за спиной уже две прерванные беременности. Мне очень приятно это слышать. Я на нервах, не знаю, что делать. Говорю, а можно я прямо сейчас пойду к врачу? Ну, я уже на все готова. Нет, только так-то так. Но они очень довольно грубенькие были. Но я все же нашла выход. Я отменила, естественно, Дубай. Нафиг мне этот Дубай уже сдался. Нам, слава богу, деньги вернули. И до этого времени мне мой врач-узист в Сочи, знакомый, не отвечал все это время. Но вот, ответил. Я ему говорю, типа, здравствуйте, можете, пожалуйста, посмотреть мои там результаты? Мне говорят, лишняя хромосома. Он говорит, Ивет, не нервничай, скинь мне все. Я ему скидываю видео и скидываю результаты. Он говорит, ну по результатам у тебя чуть-чуть, там белок, то ли выше, то ли ниже и еще что-то. Но это, говорит, нормально. Говорит, что у тебя там в шейной складке? Я скидываю ему результаты. Я скидываю это, это, это. Мужик в ахере. Говорит, Ивет, я дико извинись, но ничего не нашел. Ладно, говорит, а полребенка что тебе сказали? Я говорю, я не шучу. Когда я спросила полребенка, она говорит, ну, вроде девочка. Хотя нет, скорее мальчик. Ну или девочка, или мальчик. Я такая, аааа, или девочка, или мальчик. Все, все, или девочка, или мальчик, больше мне неинтересно. Хватит, достаточно. Он мне говорит, Ивет, у тебя ребенок раздвинул ноги. Я вижу пол. Я такая, то есть вы видите, а там 12 дней. Он говорит, да, я просто запишу, потом придешь, я еще раз посмотрю. Окей. А он говорит, они тебе это сказали? Нет. Он говорит, у тебя написано, что пуповина не высвечивается, ее не видно. Я на твоем видео, которое ты снимала с телефона на экран, вижу ее. В общем, я прилетаю вместо Дубая в Сочи. Он меня осматривает. У тебя идеальная шейная складка. И изнутри, и снаружи он смотрит. Идеальная шейная складка. Идеальная это, это, это. Это ничего я не увидел, говорит. Результаты придут шикарные. Пол ребенка говорит, я уверен, что будет этот. Ну, то есть он не сказал пол ребенка, он написал и маме передал листик. Приходят результаты анализов. Я их, естественно, не смотрю, потому что там написано пол ребенка. Даю маме смотреть, и она такая, чепурняк был прав, пол ребенка этот. И вот так вот. Потом доверяй, блин. Я из-за того, что узнала, что ребенок, возможно, родится давно, перенесла гипертонус. У меня все сжалось. Ну, естественно. И вот это было единственное тяжелое во время моей беременности. А так все остальное идеально. Ну, не считая того, что я набрала почти 30 килограмм. Это был певец. Ну, сразу через 10 дней после рода в десятку скинула. И вот 10 еще и в течение 4 месяцев скинула. Все. А я в минус чуть-чуть ушла. Я 16 сбросила, но 15 набрала. Дима меня за это ругает очень сильно. Это за то, что я болею очень много. На самом деле я хотела сказать про невынашивание, про выкидыш. Знали, что у тебя две прежные беременности. Да. Одна замершая и одна выкидыш. Но врачи выкидыш говорят не считать, так как это была первая беременность. Тесты показывают беременность, ХГЧ показывают беременность, а УЗИ нет. То есть это было, может быть, максимально рано? Объясню. Как мне объяснил врач, из-за того, что я забеременела прям за пару дней до менструации, плодное яйцо не смогло прикрепиться. ХГЧ показывает беременность. На удивление тест показывает, а плодного яйца нет. То есть пусто. Врачи не считают эту беременность. Но я-то считаю ее. Я-то уже знала, что я беременна. Потому что ты знаешь эту информацию. А второй раз я забеременела. Третья неделя мне сказали, что два плодных яйца. Я счастливая. Типа вот. Значит, все, что было, все типа к лучшему. Но это все было с прошлым мужем, естественно. И я такая счастливая, что вот-вот-вот. И я как сегодня помню. Опять же, я нигде это не говорю. Как сегодня помню, врач мне сказал 4 мая на обследование. На повторное УЗИ. 4 мая это когда у меня уже 7 недель. Дернул же меня черт. И я хочу 1 мая. Я вот просто вот чувствую, что хочу. Но там был один человек, не муж, который мне не разрешил. Нет. Пойдешь тогда, когда сказано. Хотя я уже разговаривала с УЗИ, с врачом. Что я хочу прийти первым. Нет и все. Ну и я послушалась. И ты прикинь. Третья ночь на кровотечении. Четвертого мы приходим. Она говорит, у вас очень слабое сердцебиение. Шестого сердце остановилось. Вот так вот. Это была для меня очень тяжелая тема. И никто даже представления не имел. Какая я счастливая. Улыбалась, шутила на сцене. И потом просто я была овощем. Я плакала. Только знали друзья блогеры. Я им искренне благодарна. Вся блогерская команда, которая со мной была в тот день. Они все меня поддержали. Я им за это очень сильно благодарна. Если бы они не поверили. Вот в этот момент ты понимаешь, что твой друг. Очень тяжело, когда ты теряешь ребенка. Особенно, когда это желанно. Когда ты хочешь, когда ты ждешь. Поэтому, девочки, ни в коем случае. Не расстраивайтесь. Будьте готовы к тому, что настанет момент, когда ваш ребеночек придет. Да, я вот хотела сказать. Вот все знают. Я думаю, что даже если кто не знает, сейчас вы знаете. У меня тоже был выкидыш. Он был на седьмой неделе. У меня тоже началось кровотечение. У меня очень сильно начал болеть живот. Ко мне приехали врачи. Увезли меня на скорой в больницу. Причем почему-то в двух часах от дома. Я не понимаю, Санкт-Петербург что? Неужели там так мало больниц? Меня повезли, короче, просто в Кронштадт. Это было очень далеко от того, где я жила. Привозят, говорят, что плод на месте. Ничего больше не говорят. Я обрадовалась, что он на месте. Все хорошо. Меня кладут. У меня дико болит живот. Я всю ночь просто, я рыдала. Это было просто, я не знаю, настолько было больно, что я не знаю, как это. Наверное, вот сейчас я могу это сравнить с тем, что как будто у меня были схватки. Вот. И я понимаю, что у меня там вся постель в крови. Я иду к врачу. И мне врач говорит, ну через неделю мы повторим УЗИ. Я говорю, какая неделя? Вы серьезно? Неделя? А что за эту неделю я здесь должна сделать? Ну типа просто истекать кровью или что? Я не понимаю. И я уже дошла до того, что я пошла фотографировать, что у меня происходит. Я иду в туалет. Я это фотографирую на телефон. И вот так вот врачу показывают. Смотрите. Вот так. Чтобы она хоть что-то сделала, чтобы как-то она пошевелилась. Тогда меня отправили на УЗИ. УЗИстка мне сказала, что она вот с таким лицом делает эту УЗИ. Такая, ну у тебя выкидываешь, вставай и одевайся. Блин, какая жиза. Она такая, вот я не забуду этот день, когда у меня должен был быть концерт. Я не забуду это лицо. Я надеюсь, я ее нигде больше никогда не встречу. Прикинь, мне 19 лет. Это моя первая беременность. Я, получается, прихожу, я вот так вот трясусь. Что делать? Как мы, что у нас? Я вот так разговариваю. Она такая, ну вставай, раздевайся и на кушетку вставай. Я встала, она такая, ноги раздвинь нормально. Она, клянусь, она так разговаривала, я как сегодня помню. И как она грубо проверяла. Она говорит, все, слезай, а я уже плачу больно. И вот знаешь, вот есть вот такие сериалы, где перебарщивают. Так вот не перебарщивают. Я этот актер была. Не перебарщивают. Какая это, ну, я не могу объяснить, что за человек. Это не женщина, это зверь была. Она уже пишет что-то. Я говорю, что у нас там? Что, что? Иди, чисться, говорит. Нету ничего. Как нету? Может, можно что-то сделать? Да нету, я тебе говорю. Еще раз забеременею, в чем проблема? Какие она вещи говорила. Еще и как грубо. Я думаю, да ты женщина или нет? Просто вот, ну, дорогие женщины, если вы работаете врачом, особенно гинекологом, особенно с беременными, да и не только с беременными, пожалуйста, уйдите с работы, если будете вот такой тварью. Я не могу другими словами писать. Ну, не выйдите вы на работу. Лучше вы ее пропустите, чем вот я получила жесткую психологическую травму. 19 лет? Я понимаю, мне сейчас 22 лет. Я прям помню ее лицо. Это же нужно вот настолько забрать человека. И типа я помню, как она это сказала. Я же говорю, у меня мурашки идут от того вот это вот. Эту психологическую травму она мне оставила. И вот я к чему это хотела сказать. Ты сказала, что не переживайте, типа, ну, если у вас такое вдруг случится. Надеюсь, нет, не будем это обсуждать, размассовывать. Но когда я попала в больницу, мама узнала о том, что я беременна, когда я попала в больницу. То есть это вот до такого было. Она еще не знала, я еще не сообщила. Она мне сказала, если это случится, значит так надо. Все. И эта фраза запомнилась просто на всю жизнь. Оно так и вышло, так и получилось. И теперь я понимаю. Ну, я не вспоминаю это сейчас слезами на глазах, то, что случилось. Я вспоминаю всегда мамину фразу, что если это так случилось, значит так надо. Если вы хотите более подробный выпуск на эту тему, на тему женского вот этого здоровья, выкидыш, который был у меня, я могу это с более профессиональной точки зрения вам все рассказать и снять отдельный ролик. В общем, если хотите его увидеть, напишите в комментариях. В общем, давай-ка еще один интерактив. Прежде чем мы продолжим с тобой беседовать, обсуждать все. А как ты относишься к готовке? Охерительно. Я всегда только за. Ну, я этого и ожидала. Представь, что у тебя дочка уже выросла. Она пришла с подружкой и говорит, Мам, у тебя есть 2-3 минутки, чтобы что-то приготовить. И еще одну ноту. Ты должна сейчас за 5 минут приготовить что-то из того, что у тебя есть в холодильнике. Только в холодильнике. Больше нигде. Хорошо, хоть доставку заказала. Бежим. Так, ну что? Все? Так, я что-то успела достать, когда узнала, что вы идете что-то. Не успела. В общем, у меня сейчас будет такой, знаешь, я этот цезарь называю салат. Ой, что я сказала? Салат называю не цезарь, а то, что я нашла в холодильнике. Такс, такс, такс. Подожди, у тебя тут гапуста, хрустин, багет. Что-то еще. А вот это что такое? Порежу, не обижайся. А это смесь. А, цезарь по домашнему, понятно. Я их как-то так нарезала, подожди. Годы тренировок. За сколько? Какие-то у нас упали, ничего с ними страшного, мы спешим. Не жрать. На моей кухне жрем только тогда, когда все заканчивается. Так, добавляем это. По-моему, да. Это есть такая приправа, типа? Да, приправа специальная для цезаря. Можно ее сделать самой. Но так будет быстрее. Мы на диету не смотрим. О, диета, ты что? Малчи! У меня есть пять минут. Да, ух, боюсь же налево. Это просто кино сходи, чисто. Помытые? Нет, подожди. Иди мой. Подожди! Не трогай, не жри. Это мы выкинем, не переживайте. В конечном итоге Ане скормлю. У тебя заканчивается. Так, молчи, не разговаривай. А, я уже все. Мне надо не писать. Тебе, извините, пожалуйста. А что у тебя тут с помидорками? Почему их всего пять? Ты умеешь считать? Там одна капуста. Нужно помидорок добавить. Сначала мы размешаем. Там, мне кажется, майонеза мало. Вкусно пахнет на самом деле. Сколько? В две минуты! Ты что отглядываешь? Подожди. Время есть. Нихихи. Куда еще майонеза? Ой, слушай, я не на диете. Такс, такс. Блин, вот зачем вот эти черные штучки здесь нужны? Аня, я тебе грохну. Антисанитария какая-то. Эти мандарины не с Абхазии. Второй раз уже сюда кладу, чтобы она время потянула. Я из-за тебя не могу красиво помидоры нарезать. Они у меня в афиге. Такс. Соль, е-проссоте. А это не соль? Ну, она неудобна, а это удобно. Несколько солей у нее тут. В принципе, у меня тут все готово. Сейчас будем пробовать. Такс. Помидорки все наверх, да? Якобы их там много. Открывай ротик, летит самолетик. Давай, детское питание. Пошла, детское питание. Давай быстро. Кстати, вообще-то неплохо салат. Такс, нам нужно 90. Нет, 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 уже мы кушаем 120. Мы уже взрослые. Это у вас смесь такой банки? Да. Почему я взяла именно эту? У нее маленькая. Это что за бутылка такая? Она вот маленькая горлышко. Она маленькая горлышко. Ну ладно, я не русская. Она не может. Все, все. Так, так. Сколько, Аня, время? 4,18. Ты успела все. Даже смесь приготовить. 4,20, короче. И немного растекшаяся вода. Дим, бать, налетай. Ладно, наконец-таки, хоть я где-то нужен. Там помидорки внизу где-то. Такс, я тебе вот. А они не терялись. Ну, они внизу там. Ты их не разрезала, да? Ну, насколько у меня было возможности быстро это сделать. Твоей-то женой. Если надо, да. Если нет, жри так. Ну, где-то 4. Ну, лучше, чем ничего. Я еще смесь успела приготовить. При выборе роддома на что опиралось отношение врачей в частных и областных больницах? Если был какой-то негативный опыт, рассказать о нем. Я бокал оставлю? Не надо, чтобы он страдал. Да будет взрыв просто. Сейчас. Походу, да? Это вот я хочу рассказать. Я ни капли денег не жалею, которые мы заплатили за роды. Мы рожали в одинаковых роддомах. Просто в разных местах. Филиал один и тот же. Жалеешь? Нет. Идеально. Идеально. Просто идеально. Что было со мной в женской консультации? Вот в этих вот бесплатных. Ну, просто. Там есть, сдохни или умри. Там по-другому никак. Я только и слышала, какая я жирная. Как я набрала. Каждый раз, когда я шла в женскую консультацию... Боялась. Я боялась, и я ждала, где меня в этот раз под... Все. По-другому никак. Я каждый раз шла с Валей. У меня муж настолько вот прям вот так меня держал, что он не давал мне что-либо сделать. И везде он ходил со мной. И они это видели. И там две женщины, но они в возрасте. Там, я не знаю, ну, от пятидесяти пяти. Ну, постарше моей мамы точно. Каждый раз, когда я приходила... А я с Абхазии, и мама всегда мне привозила домой. Ну, там, или мандарины, апельсины, что угодно. И каждый раз, когда я шла, я шла с пакетами, условно. Ну, как подарочек. И каждый раз я взамен подарка слышала, как я набрала, как я разжирела, как я нихрена их не слушаю. Это вот не так делаю, это не так делаю. И оскорбительно. Не скажу, что они на меня орали. Они говорят, нет, они не повышали голос. Но там не надо повышать голос. Они именно задевали очень сильно. Они видят, что я прихожу с мужем. Я захожу, а я набрала опять два килограмма. Гормональный сбой этот. Ну, да. Опять набрала. Ну, сколько тебе говорить? Хватит жрать? Я говорю, я правда придерживаюсь. Ой, ну видно, как ты придерживаешься. Другой раз прихожу. Еще три килограмма. Ну, куда еще дальше? Ты думаешь, ты родить сможешь так? Я, которая два раза потеряла. Ты родить сможешь? Мы это для твоего здоровья говорим. И не забывай тот факт, что вроде бы девочка красивая. А что из себя делаешь? Таким темпом не удивляйся, если муж на другую смотреть начнет. Я только и слышала, что муж от меня уйдет. Что я становлюсь отвратительно страшная. Что муж явно перестанет меня вот рассматривать как девушку, как женщину. Я только и слышала. Муж, 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 муж. Так и хотелось. Женщина. А вообще вроде речь идет о ребенке, да? Вы последний раз, когда видели. Ну, вот клянусь. А я молчу. Вот это мой минус. Надо было говорить. Но я настолько... Ну, из этого бы, наверное, просто был еще больше скандал, мне кажется. Да, а я не люблю эти скандалы. Я не люблю нервничать. Поэтому я такая... Побыстрее бы смотать. И Валя все это время мне говорила, ну, ты же знаешь, я тебя люблю. Все же хорошо. Все же хорошо. В общем, опираясь на этот херовенький опыт, я говорю, Валь, хочешь или нет? А у меня подруга рожала в мать и дитя. Я говорю, хочешь или нет? Там самый дорогой вип-пакет. Мы его берем. Он говорит, ну, можно же что-то и поменьше взять. Я говорю, нет. Нет, я даже не рассматриваю. Я говорю, мы переплатим. Но я хочу, чтобы было идеальное отношение. Он говорит, ты в прямом смысле слова даешь помочь, что хочешь, чтобы тебе просто, ну... Ну, грубо не говорить, как это сказать? Как не грубо сказать, улизали жопу? Ну, в общем, чтобы тебе максимально хорошо относились, прям тютелька в тютельку, пылинки сдували. Я говорю, да, я хочу это. Я за это заплачу. И я даже так скажу, ну, лучше роддома быть не может. Это сейчас не реклама. Они не платили или платили? Нет. Ну, смотри, я с ними еще... Ну, мы же блогеры, логично, мы с ними сотрудничаем. У меня была небольшая скидка. Но вообще, я изначально собиралась всю сумму платить, а вся сумма это 700 тысяч, короче говоря. Перейдем к следующему этапочку. День родов. Какой он был? Чего ты ожидала, а чего нет? Тут можно просто вставить пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Мы из-за того, что знакомы, я знаю очень много всего, поэтому я уже представляю, что сейчас будет вот так вот... Дышим. Вот именно, главное дышать. Для этого и есть бокал, чтобы делать глоточек и говорить. А я типа думаю, ну воды не отошли, как могут быть схватки? У меня в голове, я не знаю почему... Как в фильмах, потому что то, что у всех воды отходят, значит... Ты вот так вот стоишь, такая... Все, рожать! Океан! Мы не рожаем. Все нормально, мы не рожаем. Что случилось? Нам все хорошо у вас? А я тебе не рассказала. Меня за день до этого... Точнее, да, за день до этого был батл, где я должна была симитировать перед мужем, как будто у меня отошли воды и начались схватки. Видос, кстати, очень хорошо набрал. И теперь у меня реально на следующий день началось все. То есть люди увидели предыдущий батл и поверили, что это было реально. За день до этого. Ну ладно, упустим. Больно, больно, больно. Я врачу скидываю, а там показатель очень маленький. Она говорит, еще раз, еще раз. И в общем, до 7 я это все делала, 3 часа. У меня схватки начались в 4, но они были очень легкие. То есть терпимые. Ну, повторюсь, как при этих днях. То есть ты терпишь. До обезболла не дошло. Но в 7 часов мне уже говорят, давай, приезжай. Здесь уже тебя осмотрим. Но вдруг у тебя резко начнется раскрытие. Я приезжаю, меня переодевают, смотрят. Врачи уверены, я сегодня не рожу. А я, ну, чувствую, что я рожу. И все. Время 12. Вале говорят, типа, вы уйдите в другую комнату. Пускай она отдохнет. Валя уходит. Я остаюсь одна. Спустя минут 40. В час ночи. Вот тут я поняла, что мне... Вот это уже было не как при этих днях. Вообще. Это в их 100. Это было, да. Ну, палец сломали. Пока. Один. Да, да. Я такая, блин, что-то вот не то. Там почка отказала или что? Так, нормально. Надо сходить в туалет. Пока пошла, пришла. А я-то не отсчитываю время. Я, ну, первый раз рожаю. Там я уже дохожу обратно. А, нет, не дохожу. Я только встала, смываю. И опять удар. И я прям, получается, за эту закрывашку... Ай! За нее так схватилось больно. Ты в туалетке сломала? Нет пока. Могла. Я... Валя уже услышала. Он подбегает. Что-то. Я говорю, не знаю, больно. Очень, очень. Как будто сейчас месячный пойдут. Он говорит, ну, не могут. Я говорю, я уже не знаю. Восемь утра. Я уже... Овощ. Приходит главврач меня осматривать. Типа, веточка. Смотрим. Два сантиметра раскрытия! Ты удивляешь. Сказали. Я такая, неужели? Я счастлива. У меня два сантиметра раскрытия. Значит, уже рожаю. Меня увели в этот бокс. Переодели. Там проходит час, второй, третий. Ну, в общем, меня не буду прям удлинять. Было очень медленное раскрытие. И я до Талова терпела схватки. Я не хотела эпидуралку. Хотела почувствовать всю боль. Хотела как мама, как бабушка. Не знаю, зачем. Не надо терпеть. Не советую. Вот, кстати, многие-то говорят. Потом такие, зачем я это сделала? Зачем, да? И вот я это все поняла. И поэтому я такая эпидуралку через часа... Ну, вот у меня отошли воды в 10 вечера. И эпидуралку мне сделали в 4 утра. Обидно, что было полное раскрытие. Я не смогла сама родить. Не то, что не смогла. У ребенка показатели упали. Мы ее теряем. Уже, ну, вот я сейчас без шуток говорю. Я сейчас не на эмоциях. Потому что я столько раз эту историю рассказывала. Столько раз говорила. И оплакала, что сейчас уже... Ну, знаешь, что моему ребеночку 5 месяцев. Я уже не переживаю. Все хорошо. Когда мне поставили эпидуралку, через час, то есть уже время час дня, у ребенка резко упали показатели. Врач в афиге. Мне в нос вставляют трубки. Там что-то добавляют. То, все, третье. У нее кислородная голоданье вроде пошло. Гипоксия. То есть она уже очень долго не может вылезти. Уже воды отошли зеленые. Шрек рождается там. По-другому. Зеленые. Воды отошли? Да. Потому что я переходила. У меня была же уже 41-я неделя. Мне с 38-й еще говорили, ты уже должна родить ребенок. То есть я должна была еще раньше родить. Там у меня сбой какой-то произошел. Ну и в общем-то, как-то, как-то до 3-х часов дня нормализовали. Состояние пришло ее в норму. В 4 часа дня опять бахнуло. У нее показатели падают. КТГ падает. Ребенка теряем, так скажу. И уже врач просит всех выйти. Она один на один со мной разговаривает. Говорит, говорит, или мы колем окситоцин. Ребенок естественным путем рождается. Но огромнейшая вероятность, что ее реанимируют. Она даже мне не говорит про смерть. Там она тоже была вероятна. Или, говорит, реанимируют. Или же мы тебе делаем кесарево. Ребенок ни капли не страдает, но страдаешь ты. Намученная и экстренная кесарево. Режьте. Логично. Логично. Я говорю, спасите ребенка. Что угодно. Спасите ребенка. Полностью надеемся на вас. Мне сделали экстренное кесарево за 10 минут. Там быстро, быстро, быстро было. Я больше скажу, Валя смотрел, как меня резали. Настолько это было все быстро. Потому что там не успели натянуть. Сделали, но все равно уже не столь быстро. Там было главное успеть все разрезать, достать. Ее достали. Она не Шрек, но Фиона. Она зеленая. Она прям зеленая. Она уже питалась своими какашками. Так скажу, настолько гипоксия пошла. Поэтому мне ее не сразу на грудь положили. Ее начали мыть, проверять, все ли в норме. Поставили ребенка. И я вот тогда все волю чувствам дала. Как только ребенка забирает, муж с фотографом, видеографом уходит, она подходит и мне просто в лоб целуются. Слава, молодец, что решилась на кесарево. Если я тебе говорила, что есть вероятность, что ее могут реанимировать, теперь я тебе точно говорю. Там такой, ее бы точно не реанимировали. Поэтому молодец, что сделали кесарево. Вот так. Теперь расскажи мне, пожалуйста, про свое здоровье после родов, похудение, питание. Что ты соблюдала, не соблюдала, диеты, не диеты? Я очень многое что соблюдала и очень многое где срывалась. Ну, в общем, я старалась пить больше воды. Я очень не люблю воду. Кстати, до беременности я просто ненавидела воду. Для меня это было что-то... В период беременности хлебала? Да. Как пила, 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 пила. Я, которая терпеть не могу воду. Мне нужно было обязательно хотя бы что-то в воде. Типа компотик там развести. Но типа просто воду нет. Теперь я пью воду. Просто спасибо беременности реально. Я же это покажу. Я же тебе рассказывала. Че, че, че? После беременности. А, ладно, у меня сейчас все здесь в линиях. У меня перестали расти волосы на ногах. Прикиньте! А у меня наоборот. У меня? Я армянка, не путай. Ну, я понимаю. Вообще не путай. Там у меня волосы растут с 12 лет пушистенькие такие. У меня на руках знаешь, какие волосы были? Они просто у меня, как у моего папы на ногах. Вот сейчас на руках начали как-то расти волосы. На ногах нет. Я последний раз их брила полтора года назад, когда забеременела. И по маме на лазере. Но у меня все наоборот, к сожалению. Но у меня оброс волосами живот и руки. Слава богу, не грудь. Да, хоть что-то. Не грудь, не... Я очень рада, что ты стала первым моим гостем. И я хочу услышать твои впечатления о том, как тебе вообще на наш сегодняшний день балабол. Я признаюсь честно, искренне, я очень давно хотела где-то с кем-то об этом поговорить. Особенно я хотела на ютубе это рассказать. И все, руки никак не доходили. А рассказать реально очень хочется. Прямо руки чешутся. Не то, что тебе здесь рассказать маме или кому-то. А именно вот так, чтобы люди это услышали. Тем, кто планирует беременность. Или тем, кто имеется уже мамочками. Ну, все, мы так и в этом. Поэтому я искренне тебе благодарна, что ты открыла эту тему. Открыла этот разговор. Потому что он очень важен. И я рада, что вы это услышали. Услышали что-то от меня, что-то от Ани. И еще дальше услышите. Также мне безумно приятно быть первым гостем. Потому что коляски одинаковые. Коляски, да, одинаковые. Цвета только разные. Дорогие мои. Вам нужно сейчас, значит, что сделать? Подписаться на этот канал. Он охеренен. Он просто шикарен со вкусом. С долей любви. Кстати, надо добить полмиллиона подписчиков, я считаю, да? На минуточку. Кстати, у тебя же 400 с чем-то. Давайте полмиллиона добьем. Как минимум сейчас. Половина лимончиков. До момента, пока Тим не вышел зуб. Ну и еще. Я хочу сделать такую традицию некую на своем канале. Чтобы мамочки записывали видеообращение своему ребенку. Чтобы они в будущем посмотрели на это и послушали. Дорогая София, пока у меня, у нас есть только ты. Я безумно тебе благодарна. Ты тот ребенок, которого я ждала. Ты первый ребенок. Спасибо, что ты есть. И услышь мои слова. Я правда была готова к этой речи. Мне было 11 лет, когда я начала писать дневники секретов. Потому что мама меня не понимает. И я понимала, что рано или поздно я стану взрослым. Взрослым человечком. И у меня появится ребенок. Я мечтала о дочери. Сын это прекрасно. Но я мечтала о дочери. Чтобы она была мне подругой. Как и я для своей мамы со временем. Я хочу, чтобы если не дай Господь. Ты когда-нибудь мне скажешь. Мам, ты меня не понимаешь. До 18 лет. Я писала дневники секретов. Какая я тупая. Я их читаю, мне стыдно. Я не хочу, чтобы они тебе попадали в руки. Потому что я там от слова говорила. Я в него влюбилась. Я без него не могу. Если он на меня не посмотрит. Я улету во Францию. Поднимусь на Эйфелеву башню и спрыгну. Вот такая у тебя была глупая мать. Но я хочу тебе сказать, что она перед тобой искренняя. Я очень хочу, чтобы мы дружили. Я не знаю, что будет через 18 лет. Вообще буду ли я жива. Этого я даже не знаю. Вроде бы 18 лет я буду уже не такая уж и старенькая. Но никто не знает, что будет. Если я буду, я вместе с тобой это посмотрю. А если меня не будет, просто запомни меня любящей твоей мамой. Ты плачешь? Я побегу. Я не шучу. Я не шучу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok